Девушки отдыхают Из ухране пришла Прошу меня простить Я слушаю Твой жених лежит в офисе, как мертвый То есть он не вернулся домой Именно так Ему очень плохо Приезжай немедленно, займись им Ладно, скоро буду Голова Доброе утро Ну же, выпей это поскорее, приди в себя Тебе нужно работать Осман Кузан скоро будет здесь Ты стал моим ангелом-хранителем Зовем это дружеской помощи Голова раскалывается Ну же, выпей это Я принесла парфюм и бритву А не в туалете Джунейд Чего ты смотришь? Вставай давай Сегодня наденешь этот, но по-моему вчерашний был получше Я тебя понял От тебя не спастись Я вчера много выпил Ты уж извини Ты этим утром решал мои проблемы А для чего еще нужны друзья? Ну, ты не спросишь? Что не спрошу? Почему я таким был? Когда ты сам захочешь, расскажешь мне Я просто хотела, чтобы этот день начался для тебя хорошо Эй, Люль Ты очень хороший друг Все нормально, Кузен? Нормально А что? Эй, Люль мне сказала Ты ночевал в офисе Да, вчера был сложный день Хорошо, но зачем ты здесь-то остаешься? Позвонил бы мне, я бы тебя забрал У меня раскалывается голова Не дави на меня, Тунч Ладно, ладно Расскажи-ка мне сначала, что произошло Или Ты рассказал дяде про ваши отношения с Фаридой? До этого этапа мы еще не дошли А на каком вы этапе? Мы вчера с Фаридой ужинали Не получается, Тунч Что бы я ни делал, она никак не хочет понять меня Я делаю шаг вперед, а она делает назад А что ты сделал-то? Вчера я положил ее на стол приглашение на нашу свадьбу И просил, через две недели ты придешь сюда или нет Она даже не ответила Словно ее что-то сдерживало Словно она что-то от меня скрывает Интересно, что? Черт подери Я не знаю Джунейд Разве не рановато? Не лезь Я не должен тебя таким видеть Мне плевать Плевать на всех и на все Я хочу жить так, как хочу А где тебе запрещают жить так, как ты хочешь? Просто не надо ссориться с дядей Я сказал, мне никто не волнует И это говоришь ты? Ты всю свою жизнь жил на благо семьи Как ты можешь измениться? Я изменюсь Я должен Мне уже надоело думать о других Как бы отец не разозлился Как бы мама одна не осталась Как бы Кемаль не убежал Надоело, понимаешь? Надоело Ты самый большой проект дяди, понимаешь? Он будет очень разочарован Имея в виду Мне плевать Теперь я хочу жить только ради себя и ради своей любимой Ничего себе Я столько времени тебя знаю, но таким вижу тебя впервые Если Фарида сейчас скажет, что она готова Я разрушу все мосты Тунч Но она не говорит этого Не сказала Не сказала, что она готова Может быть, она не готова? Так черту все это Как это не готова? Я ради нее пошел против семьи Я вчера оставил ее у двери и просто уехал Я знаю, она тоже расстроилась Но я не буду ей звонить Это она должна сделать шаг вперед, понял? Послушай, кузен Если ты переживаешь Я могу поехать домой и узнать, как она Не надо Да не надо сразу отказываться Я заеду к ним Чтобы ты не волновался А, кстати Сегодня останешься у меня Это офис, а не ночлежка Я останусь один Сегодня вечером я оставлюсь в отеле Ладно Как хочешь Я побежал Я сообщу тебе Феррида Эльюль Джунейт Где ты? Ты уже выехал? Я в отеле Если закончила дела, можешь приехать ко мне? К тебе? Ладно В каком ты отеле? Хорошо Увидимся Я рад, что ты пришла Что будем пить? Можно тебя? Я не буду врать Я удивилась, что ты меня позвал Я не хотел оставаться один Не мог оставаться в офисе Решил приехать сюда Давай не будем сегодня разговаривать Просто будем молча смотреть Что скажешь? Бык Когда я не хочу Я beslаю Чтобы я буду message Решил outreach Я выхожу Ты еще не закончила завтрак? Извини, я не слышала тебя Мы с тобой о чем договаривались? Или ты опять? Да нет, нет Нет, я не о ребенке думала Я думала о Фариде и Джунейте Хорошо, разве ты не должна быть счастлива? Ты этого хотела Ты их поддерживала Да Я ухожу Увидимся Ферман Слушай Я хочу, кажется, спросить у тебя Ты ведь вчера говорил о том, что Селиму строил драку в офисе ради Фариды Да Ну, а Джунейт об этом знает Не знаю Даже если знает, это ему не страшно Он доверяет Фариде А тебе не кажется странным То, что Селиму строил драку ради Фариды в офисе? Какая разница, дорогая У Фариды все равно скоро свадьба Ты об этом не думай Ты думай только о нас, хорошо? Хорошо Увидимся Войдите Приветствую, кузен Что-то я не вижу счастливой улыбки у него Может, мы не туда пришли? Честно, не знаю Приветствую И сейчас хочу поздравить тебя Вы очень подходите друг к другу Работы было много Я едва успела на вашу помолвку Но успела Ну, а это для вас Спасибо огромное Но правда не стоило Спасибо огромное Мне очень понравилось Ну, я, пожалуй, пойду У меня важное совещание сейчас будет Я через два часа вернусь Увидимся Увидимся Что такое? Ничего Ты прекрасно выглядишь В твоих глазах я вижу много счастья Надеюсь, придет время И ты переживешь такое же счастье Да, сестра Джиней, ты где? В офисе Хорошо, никуда не уходи Я скоро буду Что-то случилось, сестра? Я приду и расскажу тебе Хорошо Увидимся Ничего плохого не случилось Надеюсь Я и сам не понял Но в голосе чувствовалась нотка грусти Я думаю, нам нужно поменять рекламное агентство для нашего офиса Работы, описанные в рекламе, ужасные Отец годами работает с ними Если сможешь его убедить Я поддержу Люблю изменения Войдите Привет Привет, сестра Если вы сейчас заняты Я могу подождать снаружи Прошу тебя, садись Мы просто разговаривали Приветствую Привет Что-нибудь будешь? Нет, спасибо Я хочу как можно скорее обсудить кое-что с тобой Если можно, наедине Извините Прошу прощения Я оставлю вас один на один В чем проблема, сестра? Поссорилась с мужем? Нет Я по поводу Фарида и Селима хотела поговорить А тебя этого не ожидал, сестра? Я знаю Сначала я тоже не поверила в это Вообще никто не поверил То, что Фарида может такое сделать Это я тебе и пытаюсь объяснить На кону вопрос стоит Фарида Фарида так не сделает, сестра Дженейт Сопоставив все произошедшее Я получаю неожиданный результат Пойми это Эх, сестра, эх Развеселье мне устоило ради Фарида разборки в офисе Я тоже подумала Хорошо, они друзья Такого быть не может Но потом я увидел их вместе Они были достаточно откровенны Сестра, прошу, замолчи Хотя бы ты об этом не думай Они оба хорошие друзья Это не так, Дженейт Между ними происходит что-то больше, чем просто дружба Уверена в этом Как ты можешь быть настолько уверенна в этом? Я обнаружил это в шкафу Фарида То есть У меня куча продуктов со школы, с университета Они тоже мои девушки, да? Их фотки в альбоме, понимаешь? А это в шкафу Ну и что? Дженейт, я говорю, я нашла это фото в шкафу Как ты понять не можешь? Хватит уже нести чушь Не кричи на меня, хорошо? Я твоя сестра Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо А ты не вставай перед мной Не говори грязную вещь о девушке, которую я люблю Дайте мне разобраться с этой проблемой Отец тоже видел их достаточно откровенными И слухи в офисе он тоже слышал Ну конечно Отец Все это исходит от него Ты тоже стала его соучастницей Дженейт, не нести чушь от Бигурю Я лично видела У меня в руках его фото Ты не понимаешь, сестра Возможно, это фото именно он и положил туда Нет, еще чего Он согласился на вашу свадьбу А ты что говоришь? Даже если кажется, что он согласился Он не хочет нашей свадьбы Он видит во всю мою маму Он делает все, чтобы добиться своей цели Не видись на его игру, сестра На этом закроем эту тему Если продолжишь сидеть здесь, то вообще заболеешь Ах, если бы только это было моей проблемой Нигде не могу успокоиться, Дженейт Я знаю Время, наверное, очень медленно идет, да? Но старайся не думать об этом Как? Я очень боюсь А если результат будет плохой, Эйлюль Что бы ни случилось, ты справишься Я в это верю И ты верь в себя Когда результаты будут готовы? Завтра Надеюсь, будут хорошие Надеюсь Она ведь очень молода Ну же Дженейт молодец Он поддерживает ее Зухра, знаешь Я смотрю, они хорошо ладят Да, ладят Эйлюль хорошая девочка Мне она нравится Доброе утро Вы завтракали? Завтракали, тетя Зухра Спасибо Особо ничего она не поела Ну, покушает в офисе Мы уезжаем, папа Ты хочешь с нами? Нет Вы вместе поезжайте Я с водителем приеду Тогда я пойду собираться Эйлюль Не надо сдаваться Ты в машине была задумчивой Ты ничего не сказала Нормально все Нормально, нормально На меня не попала Госпожа Наргитс На меня тоже Нет, я видела вас Я бы пыталась отойти назад Но вы уж простите Да ничего страшного Это я задумалась Ладно Схожу уборщикам Пускай уберут Эйлюль Ты не в себе Видишь, ты трясешься Я очень нервная, Джунейт Эйлюль Результаты будут хорошие Думай в хорошем ключе Давай, иди отдохни немного Нельзя У меня есть дела Мы с Лунчем все уладим И у меня сегодня встреча с господином Усманом Нет ничего важнее здоровья Я поговорю с отцом Ну ладно Спасибо Увидимся Куда ты в такое время? Я домой Мне разрешил Джунейт Как прошла вчерашняя ночь? Как она могла пройти? Противная семейная атмосфера И когда Вори пробрались себе домой Тоже оставалась у них Привыкла к кузанам Будет лучше, если они Не привыкнут Потому что это не первое И не последний раз Когда я остаюсь у них дома В кабинете поговорим Давай, давай Нормально приберись тут Ну рассказывай Или что привлечь себе к кузанов Ты всю ночь плакала? Не знаю по поводу Усмана Но чтобы обмануть Зухре Нужно просто плакать Это легчайше Но Усман это не подействует Он бесчувственный Он не любит слабых людей Но мы его именно таким и сделаем Деньгами Но Зухре Она настоящая дура Ну а Елдис Как у вас отношения с Елдис? Вполне нормальные Никаких сложностей Однако Назире Только она иногда косо смотрит на меня А ее бояться не нужно Самое важное Хорошо поладить с Усманом из Зухре Ты бы видела Усмана Он ждет продолжения Однако Все же ведет себя подозрительно Мне дали комнату Фериде Пришел Джунейт Я сказала Не уходи пока я не засну Ну и конечно он не ушел Именно так Мало осталось момента Когда ты станешь невесткой В семье кузанов Ты все еще не вышла, я смотрю Я в дверях ее поймал Я, чтобы он не бездельничал Дала ему свою работу И причем я уже все сделала А теперь я ухожу А, и нам сообщи о результатах теста Хорошо, я сделаю Увидимся Я очень расстраиваюсь из-за нее Я тоже Вот думаю, может сообщить ее семье, но Нет, слушай, не надо Вот будут результаты готовы Если будет что-то плохое, тогда сообщим Ладно, ты прав Я выхожу А что такое, куда собрался? Дела Кажется, особенные дела Ну, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok